Во Владимирской области вновь назовут самую красивую деревню. Победителей будут выбирать среди малых и средних по числу жителей населенных пунктов. Обладатель Агран-при ждет приз 150 тысяч рублей на благоустройство. Подробности в сюжете. В этих отдаленных уголках не менее насыщенная жизнь. Уже четвертый год подряд жители сел деревень 33 региона могут заявить о себе во всеуслышание. Конкурс на самую лучшую деревню Владимирской области активизирует жители даже совсем небольших населенных пунктов. О деревне Вежболова Собинского района до прошлого года знали немногие. Здесь всего 34 дома. Местные жители признаются, они всегда любили свою деревню и ухаживали за ней. Но во время конкурса появился дух соперничества. Соседи объединили свои силы. Вежболова стала еще краше, чем заслужило звание самой красивой деревни области. Вот сейчас среды жюри, которые приезжали и вынесли решение нам присудить гран-при, они заметят, какие изменения в лучшую сторону произошли. Не то, что мы выиграли конкурс и остановились. Нет, у нас развитие идет. За победу в конкурсе жители деревни получили 100 тысяч рублей. Такая же сумма была выделена по программе софинансирования 50 на 50 областными властями. На эти деньги была установлена новая детская площадка. Памятник жителям села, защищавшим родину в годы Великой Отечественной войны. Вскоре в Вежболово произойдет еще одно важное событие – появится газ. Сейчас они шаг за шагом развивают свою деревню. И вот подключение газа именно благодаря нашему конкурсу, потому что мы буквально обратили внимание на эту деревню абсолютно всех. 10 июня начинается прием заявок. Участие в конкурсе могут принять села, деревни и поселки численностью не более 3,5 тысяч человек. В этом году несколько новшеств. Это прежде всего увеличение призового фонда. Мы планируем, что если в прошлые годы общий объем финансирования участия спонсоров составлял примерно порядка 700 тысяч рублей, то в этом году мы ожидаем, что это будет миллион рублей. Соответственно, гран-при мы увеличиваем со 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Суммы за призовые места тоже увеличились. На первом этапе конкурса участникам необходимо подать заявку в оргкомитет до 10 июля. С 15 июля до 31 августа члены жюри конкурса посетят все населенные пункты, которые будут бороться за звание самой красивой деревни. Традиционно состоится и зрительское интернет-голосование. В схему голосования также внесены изменения. Если раньше можно было проголосовать только по одному IP-адресу, то теперь каждый голос будет засчитан с помощью мобильного телефона. То есть вы заходите, для того, чтобы ваш голос был принят, вам необходимо отправить смс-сообщение, которое придет к вам на мобильный телефон. То есть вы нажимаете проголосовать, вводите свой номер телефона, вам приходит смс-оповещение и, соответственно, только после того, когда вы вводите этот код, ваш голос будет учтен. К чемпионату мира по футболу в условия конкурса добавили еще один критерий – спортивная составляющая населенного пункта. Победители конкурса деревенской красоты назовут в конце сентября, а пока у участников в запасе есть целое лето, чтобы облагородить свой собственный милый сердцу уголок.